Девушки отдыхают 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 принимать больше, взвесился, взвешиваюсь я редко, и вот где-то прошло недели две, вешу на килограмм больше, ну, соответственно, вырос объем тренировок, питание, ну, тут и понятно, и пока вес не превышает 69 килограмм, то есть я пока остаюсь в категории, планирую так и остаться в 69, ну, в крайнем случае, там немножко придется с питанием поиграть перед самими соревнованиями, опыт-то есть, в принципе, и что еще, а, ну, в плане колена, колено проходит, оно не так уже отзывается своими болевыми ощущениями, но все равно приходится бинтовать, она, ну, сказывается только на больших весах, можно так выразиться, кисть тоже бинтую сильно, и поэтому, ну, там, вывих, не вывих был, не знаю, ну, во всяком случае, пока удается тренироваться без всяких отказываний от каких-то весов, ну, и, в общем-то, все, переходим на тренировку, оп! В разминке с изменением тренировочного процесса ничего не изменилось, я, как и раньше, тщательно разминался, так и сейчас продолжаю разминать. Единственное, что вот с загруженностью плечей они стали немножко дубоватыми, подвижность в них уменьшилась, мышцы постоянно, там, забиты, приходится дополнительно растягивать их, разминать, и я, наверное, не упоминал ни разу во всех своих видео этой трансформации, что перед каждой тренировкой я делаю пробежку до утомления. Во всех обеих залах есть возможность побегать возле изгаза. Ну, кто смотрит не сначала, и вот эти разминающие упражнения с палочкой я выполняю каждое движение раз по 20 и по 2-3 подхода. Прыжки пока на коне сделать не получается, потому что колено болит меньше, но так как на коне приходится запрыгивать с очень взрывным усилием, я так страхую немного колено, потому что так или иначе на больших весах все равно она себя проявляет. Вот такие делаю прыжки с места вверх, по 3-5 подходов, в принципе, по настроению. Тренировка длится где-то в районе часа, не больше. Независимо от того, включил я, например, пару подходов на тягу или целое упражнение на приседания. Вообще не люблю долго тренироваться, привык уже с молодости. Всегда тренируюсь интенсивно, с минимальным отдыхом. Практически как только восстановил дыхание, сразу делаю следующий подход. Поэтому рассказы, как многие, участвуя в соревнованиях, где по 30-40 человек в потоке, это в основном, естественно, не российского уровня, а областного, районного. И когда рассказывают, что между подходами на помост приходится разминаться, еще раз, для меня это чуждо. Я всегда раньше тренировался, не тренировался, а когда выступал, выходил на помост практически сам за собой. То есть, что на тренировках я интенсивно тренировался, что на соревнованиях у меня были минимальные отдыхи. Как так еще разминаться дополнительно, мне это не то, что не знакомо. В принципе, я имею представление, как это сделать, чтобы минимально, потратив силы, опять размяться. Но применять не приходилось лично, самому. И вот я приступил к тренировке. До этого была специальная разминка с грифом. Как и обычные уходы, протяжки. Уход я из прямой стойки, то есть от подрыва. Обратите внимание, я ноги делаю прямыми. Почему обращаю внимание, потому что другие, сгибая ноги, у них получается как бы не уход, а работа спиной. А получается, они вынуждены сначала выпрямить ноги, потом делать уход. И поэтому получается небольшое подкидывание ногами. Минимальные, но так или иначе, это помощь. Жимы за головы делаю где-то от 6 до 10 раз. Хотя во всех тренировочных планах, ну, я не видел, чтобы было написано больше 5. Ну, я думаю, я не поднимусь за 6 до 8, это слишком много. Ну, в принципе, по личным ощущениям, в принципе, лучше от 5 до 8 выбрать вот такой диапазон. Потому что 3-4, это так довольно-таки мало. Еще хочу обратить внимание, когда вам нужно, например, для выполнения какого-то упражнения поднять штангу вверх, вот как сейчас у меня было. Вы не просто ее там коряво поднимаете или берите со стоек. Если вы поднимаете с помоста, то поднимайте либо протяжкой, то есть какие-нибудь из видов дополнительных упражнений. Либо, если далее будет упражнение рывковое, то поднимайте, там, если рывок в стойку, поднимайте рывком в стойку. Если все, то все. Как я ребятам и говорю на тренировках, все ваши подъемы должны быть связаны как-то с тяжелоатлетикой. Один, два, три лишних дополнительных подъема за тонировку в месяц. Это выльется в огромное количество дополнительных подъемов, можно сказать, на технику, потому что поднимаются малые веса. И когда маленький вес, вот как сейчас я делаю остановку возле колена, я рекомендую также и остальным, когда маленький вес, не нужно вкладываться в подъем, потому что штанга легкая, и очень быстро поднимая и делая мощный подрыв, она готова вырваться из рук. То есть с таким усилием вы поднимаете вверх, а на самом деле вы не чувствуете ни углов, ни самого движения. Поэтому нужно штангу либо медленно поднимать и сделать быстро только подрыв, либо вот с такой вот остановкой, как я делал до колена. Не до колена, а на уровне колен. Сейчас я приступил к основному уже упражнению, рулок классический. Возвращается немного подрыв, но еще не всегда я его чувствую. Иногда он больше похож на протяжку, иногда про отбивание. Не про отбивание, а похож на отбивание, как будто бью его во время подрыва. Ну, во всяком случае уже получается сразу опускаться в сед, без всяких доседов, как это было в ранних... Ну, вот так вот было сейчас, кстати, на втором разе. Тренировочные планы подорваны такие, чтобы, исключая тяги и приседания, можно было хорошо грузиться классическими упражнениями. То есть, тонировка у меня состоит из двух, и даже бывает трех упражнений. И обязательно в каждой тонировке присутствуют рывковые движения и толчковые. Спина грузится хорошо на рывковых упражнениях. Если я, например, делаю... Обычно вот разминаюсь, делаю НЧК два подхода, и иногда под настроением бывает, сделаю третий подход, то, когда приступаю к основной тренировке, мне приходится терпеть вот это сводящее ощущение в мышцах поясницы. То есть, мышцы и без того загружены, забиты, а когда начинаешь поднимать, то во время взрывных движений она забивается до такой степени, что начинает сводить спину. ну, мышцы сводить. Не от того, что там боли какие-то от протружения. И вот мы видим, я уже поднимаю такие нормальные для себя веса. Если у меня рывок, например, там сейчас 75 килограмм, лучший результат, сейчас 60 килограмм. То есть, это около 90-процентного веса. И вот я попробовал сделать тягу единственный раз за последнее время. Да, хорошо. Приятные такие ощущения, то, что можно грузонуться еще и после классики. Но после двух подходов я понял, что перебор со спиной. попробовал сделать до прямых ног, то есть, исключить подрыв, вот это вот резкое движение спиной. Тоже ничего не получилось. Спина слабовата, скажем так, в момент подъема до колен. Я немножко спина отойдет, попробую делать тяги до колена. Но вот слабовато она именно в этом движении. И когда делаю контрольные тренировки, то это очень сказывается, когда вот делаю зачетные подходы. Особенно в толчке у меня такая измена проходит в голове, что, блин, только бы со спиной. Только бы спина выдержала. И вот я приступил к приседанию на плечах. Это первое за три месяца я уже тренируюсь. Первое приседание за три месяца с максимальным весом, но не максимальным на результат, а с максимальным. Было написано в тренировочном плане с 80-процентным нет, с 80-килограммовым штангой. И вот я полностью ее выполнил. Как я уже говорил, во время тренировки вот эти последствия от протрузии, грыжи, там, не знаю, как правильно назвать, последствия вот эти не сказываются никак. То есть мне не больно, я ничего не чувствую, мне хорошо. И поэтому, так как вообще хорошо себя чувствовала спина перед этой тонировкой, я вот решил поэкспериментировать с приседаниями. Посчитал, что тяга не настолько могла повлиять вот эти три подхода, что решил попробовать с приседаниями. Потому что ноги нужно поднимать, как говорят в тяжелоатлетике. Без ног не будет прогресса, особенно в толчке. И приседаю я не то, что прям медленно, но стараюсь акцентированно с вниманием при во время подъема и вставания. Тем самым загружая ноги и не давая возможности спине как-то дать слабину в какой-то момент. И как я уже говорил раньше, приседания я заканчиваю одним или двумя подходами на станках. Либо это бицепс бедра, либо квадрицепс. Ну, вот и все. До встречи на следующих тренировках. Продолжение следует... Продолжение следует...